Привет, с вами Акулов Ван, и сегодня мы рассмотрим делегирование, или как заставить один ViewController сделать то, что хочет другой ViewController. Поехали! Итак, создаем новый проект, Application, SingleViewApplication. Назовем его DelegateDemoNextCreate. Итак, давайте сразу пойдем в MainStoryBoard, создадим дополнительный ViewController. Давайте для удобства отключим SidesClasses, чтобы у нас побольше влазило, и добавляем еще один ViewController. Итак, чтобы эти ViewController отличались, мы этот ViewController покрасим в другой цвет. Но для начала давайте еще добавим парочку кнопок. Эту кнопку мы строго разместим по центру, и зажимаем Option, перетаскиваем вторую кнопку. Она тоже будет у нас располагаться в центре. Хорошо, эта кнопка будет значить GoForward, это GoBack. Хорошо, теперь что нам нужно? Нам нужно раскрасить этот фон. Давайте Background сделаем вот таким. Итак, теперь нам нужно создать второй файл, чтобы мы могли воспользоваться вторым ViewController. Создаем файл, New, File, KakaTouchClass, SecondViewController, Next, Create. Итак, мы с вами создали, осталось в StoryBoard соединить существующий ViewController с этим классом, SecondViewController. Зажимаем Option, переходим во ViewController. Сначала мы совместим вот эту кнопочку, зажимаем Ctrl, перетаскиваем. GoForward, ButtonPressed. Делаем это Action, Connect. И также зажимаем вторую кнопку, мы можем либо выделить опять в StoryBoard, зажать Option на SecondViewController, либо выбрать его вручную здесь. Итак, зажимаем Ctrl, перетаскиваем. GoBack, Button, Press. Также делаем это Action, Connect. Итак, закрываем Assistant Editor, переходим во ViewController. И здесь мы с вами вот что должны сделать. Так как мы говорим о делегировании, мы сделаем так, что второй ViewController будет закрываться не самостоятельно, а при помощи первого ViewController, то есть второй ViewController, который у нас такой зеленый, он делегирует метод своего закрытия первому ViewController, то есть здесь. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Итак, переходим во ViewController Swift. И здесь мы должны инициализировать второй ViewController в качестве свойства. SecondVC, SecondViewController. Итак, дальше идем в метод ViewDidLot и пишем, что вот это наш SecondVC равен Storyboard Instantiate ViewController Identify. Здесь у нас спрашивает идентификатор нашего ViewController. Идем обратно в MainStoryBoard, находим второй ViewController. И здесь давайте вот это название мы скопируем в StoryBoard. И use StoryBoard ID. Итак, после того, как мы это сделали, мы сможем использовать наш идентификатор ViewController.swift. Вписываем сюда идентификатор. И здесь мы должны сказать, что это SecondViewController. После того, как мы инициализировали второй ViewController, что мы с вами должны сделать? Мы должны писать, что SecondViewController Delegate Sell. Конечно, пока что это не имеет никакого смысла. И у нас здесь будет ошибка. Почему? Потому что мы еще пока с нами ничего не говорили о делегировании. Поэтому он у нас и возмущается. Пока можно закомментировать, но эту строчку мы обязательно будем использовать. Идем в метод IBActionFun.GoForwardButtonPressed. Здесь немного давайте добавим место и запишем с вами вот что. AddChildViewController. То есть мы добавляем второй ViewController поверх нашего ViewController. То есть мы говорим о том, что мы добавляем второй ViewController. Какой ViewController? SecondVC. Мы с вами добавляем поверх уже нашего ViewController второй ViewController. View. То есть ViewController это контейнер для нашего View. А View это контейнер для того, что содержится уже и что отображается. Поэтому мы должны сказать, что view, add subview, second VC view. То есть мы говорим о том, что на наш view, вот этого view-контроллера, мы добавляем second VC view. Итак, дальше что мы делаем? Second view-контроллер did move to parent view-контроллер. То есть здесь мы говорим, кто будет являться родителем нашего, вот этого second view-контроллера. Мы говорим, что это self, то есть вот этот view-контроллер. Теперь, если мы с вами запустим, у нас при нажатии на кнопку будет открываться второй view-контроллер. Итак, мы видим go forward, нажимаем, у нас появляется второй view-контроллер. Ну, кнопка пока что не работает. Причем самое интересное, что этот первый view-контроллер, он не распускается, то есть он все равно остается активным. Как мы это можем проверить? Итак, идем в main storyboard, нажимаем вот на второй фон второго view-контроллера и давайте сделаем его немного прозрачным. Это 0.5. Давайте перезапустим и вы сами увидите, что кнопка go forward, она остается видимой. Нажимаем go forward и видим, что есть go back кнопка, а под ней go forward. Итак, давайте теперь пойдем в second view-контроллер. Итак, что мы здесь можем сделать? Мы хотим, чтобы наш первый view-контроллер, он мог распускать или отпускать наш second view-контроллер. Давайте для этого добавим здесь протокол. Протокол. Назовем его second view-контроллер delegate. Можно скопировать эту часть и добавить слово delegate. Что мы хотим, чтобы он умел? Мы хотим, чтобы у него была функция hide-screen. Открываем view-контроллер. UI-view-контроллер. Итак, мы с вами обозначили, что мы хотим иметь такого делегата, который будет иметь этот метод. Затем мы с вами должны указать, что такое свойство delegate есть. Наш delegate, который будет иметь тип second view-контроллер delegate. Теперь мы идем в IB action func. Вот сюда. Go back button pressed. И здесь мы должны сказать, что delegate hide screen self. Что это значит? Мы говорим о том, что мы хотим, чтобы делегат, имеющий способ hide screen, и когда мы его вызываем, чтобы вот этот second view-контроллер, он сюда подставлялся. То есть, чтобы при вызове этого метода закрывался second view-контроллер. Переходим просто во view-контроллер. Здесь нам нужно кое-что с вами доделать. Мы помним, что мы с вами вот эту строчку закомментировали. Здесь мы говорим о том, что наш second view-контроллер будет являться делегатом. Но здесь у нас ошибка. Почему? Потому что на данный момент мы не соответствуем протоколу, который описан здесь. Давайте вот эту часть копируем. И здесь в качестве расширения создадим как раз соответствие. Extension. Extension для нашего view-контроллера, который будет подписан под вот этот протокол. Мы видим, что у нас здесь ошибка. Это говорится о том, что мы с вами не соответствуем протоколу second view-контроллер.delegate. Если мы начнем писать, у нас по идее должен выйти метод. Он у нас не выходит. Давайте запустим, остановим. Напишем hide. Видим, у нас метод появился. Hide screen view-контроллер view-контроллер. И сюда мы должны добавить вот что. Тот view-контроллер, который мы сюда передаем. Вот он. Мы хотим, чтобы он will move to parent view-контроллер. То есть мы хотим, чтобы у него больше не осталось родителя. Затем мы говорим, что наш view-контроллер remove from parent view-контроллер. И view-контроллер view remove from superview. Таким образом, мы говорим о том, что при вызове метода мы подставляем в этот hide screen second view-контроллер. И когда мы его сюда подставляем, у нас сначала вызывается вот этот метод. По умолчанию его нужно вызывать. Поэтому, если вы зажмете клавишу option и нажмете на will move to parent view-контроллер, вы увидите, что здесь он вызывается прямо перед тем, как он в view-контроллер добавляется или убирается с контейнера в view-контроллер. Итак, затем мы удаляем наш view-контроллер, то есть отпускаем его. И также говорим о том, что наш view тоже уходит с нашего superview. Итак, мы с вами готовы протестировать, что мы с вами сделали. Давайте это посмотрим. Мы видим go forward, нажимаем go back, go forward, go back. Давайте здесь зайдем в main storyboard и немного разместим в разные места наши кнопки. И update constraints. Итак, давайте перед тем, как запустить, зайдем в main storyboard, уберем прозрачность и запустим наше приложение. Мы видим go forward, нажимаем, появляется go back, go forward, go back. Таким образом, мы с вами научились переключаться между экранами при помощи протокола делегирования.